Лео рисует? Привет, я Лео, я люблю рисовать. Привет, я Макс, я показываю как рисовать. Сегодня рисуем зиму? Конечно, смотри какой синий фон, мне он очень нравится. Что бы на нем нарисовать? Уху-ху-ху-ху, дай подумать, дай подумать, дай подумать. У меня предложение нарисовать снегиря. Ой, снегири, такие классные птички. Конечно же, будем рисовать снегиря. Ребят, рисуем с нами на синем картоне или на белом листе бумаги. Лучше всего синий картон, но если есть синий или голубой цвет, то берите его. Также у нас есть гуашь, классическую гуашь Лео, густая у крыльсты, хорошо смешивается и ложится на бумагу. И на картон тоже, мы сейчас все покажем. И еще нам нужны кисточки, лучше всего плоская и тоненькая. Ага, все понятно, начинаем. С чего начнем? Мы будем смешивать краски сегодня? Или прям так вот так, раз до два, раз до два? Я думаю, мы все немножко поделаем и того, и другого. И раз до два тоже будет. И снегири у нас будет красный, и яркий-яркий-яркий. На чем снегирь снегирь? Я думаю, он сидит, сидит вот здесь вот, посерединке листа, но только на веточке. Хорошо, мы возьмем для этого какой-то цвет. Я думаю, хорошо бы взять коричневый или же серо-синий какой-то, да? Вот такую веточку сделаем. Вот так она идет снизу и идет вправо. Вот так вот такая веточка. Она коричневая, как обычная веточка, и мы ее нарисуем. Несколько раз проведем. Вот здесь она шире. Ага, шире. Шире, потому что она здесь идет. А вверх она идет тоньше, тоньше, тоньше. Также мы можем сделать от нее разные веточки отходят. Ага, разные веточки отходят, все понятно. Здесь тоже одна и здесь одна. Вот так вот мы нарисовали несколько веточек. Также нарисуем немножко-немножко какой-то ягодки, которая висит. К примеру, ты знаешь, такие ягодки есть. Это я знаю. Мы можем их тоже нарисовать. Несколько ягодок. Вот тут они висеть будут. Вот так вот. Их хорошо видно будет. Но пока что мы для них только начало подоставили, как бы они висели вот здесь, да? Но пока мы их не рисуем. Смываем кисточку как следует, чтобы больше нам не мешался коричневый цвет, потому что теперь-то нам нужен красный. Наконец-то мы начнем снегиря севать. Да, ребят, начнем сразу со снегиря. Намочим. А после возьмем красного цвета и нарисуем снегиря. Снегиря я рисую так. Вот такой полукруг. Яркий-яркий-яркий-яркий-яркий. Красный. И мы его закрашиваем, закрашиваем, закрашиваем. Несколько раз проведем красным. Если у тебя он немножко прозрачный, у нас хорошая гуаша, она очень классно прокрывает, да? То положи несколько раз вот так этим красненьким. Это такая грудка. Я бы назвал эту форму такой полукруг месяц в другую сторону. Или долька. К примеру, долька на какую фрук похожа? Ну, похожа на арбуз. Похожа немножко. Чуть-чуть можно белого взять. И вот здесь чуть-чуть намазать белого в конце. И немножечко так размазать. Как раз когда я говорил, что мы будем смешивать краску, вот так вот мы это смешиваем. Сразу на бумаге мы смешиваем немножечко краски. Немножечко белой краски здесь как раз подойдет. Такие перышки у нас здесь появятся. Очень-очень просто это сделать. Раз-раз-раз. И все готово. Смываем кисточку. И теперь будем брать черный и какой-нибудь серый цвет. Потому что снегирь он похож на воробья. О, немножко да. Но только цвет другой. Да, немножко цвет другой. Ну, мы возьмем черный цвет и нарисуем все остальное снегирю. Сначала нарисуем ему голову. Такая небольшая голова. Вот такая вот. Она сверху. Он накуклился, натухлился или напыжился, говорят. Напыжился. Хорошо. Напыжился. Теперь рисуем крылышко. Крылышко рисуем черным. Потом добавим в него немножко белого. Оно станет серенькое. Вот такое крылышко. И вот сюда оно идет вот так. Вот крылышко получается вот такое вот ласковое. Вот это прокрываем, прокрашиваем. Крылышко готово. И с него отходит немножко перышков. Так раз, два, три. А теперь остался только хвостик. Хвостик. Вот здесь вот хвостик. Да, хвостик нарисуем вот здесь. Вот тут вот хвостик. Такой небольшой. Он его сложил и прячется. Потому что холодно зимой. И, конечно, ему хочется какой-нибудь тепла и кушать ягодки. А иногда мы кормим снегирей. Да, ребят. Если вы кормите, то большие молодцы. Потому что снегирям этого, конечно, не хватает. Но тем временем мы все-таки рисуем. Здесь вот такая вот головка. Все готово для белого цвета. Обязательно смывай кисточку. Смывай кисточку. И добавим белый цвет. Потому что снегирь кое-где не белый, а серый. Вот сюда добавляем белый цвет. И вот так его делаем. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Размазываем, размазываем. Получается серенький. Крылышко у него серенькое. А здесь у него тоже серенькое. И вот у нас получился уже снегирек. Здесь можем чуть-чуть серенького добавить. И клювик у него, наверное, такой серенький. Не желтенький, как у воробья. Или коричневого. Такой серенький больше. Мы можем этого добавить. Здесь у него глазик. Все, я думаю, здорово получилось. Несколько мазочков. Перышек. Снегирь почти готов. Осталось только мелкие-мелкие детали нарисовать. А еще ягодки ему хорошо бы нарисовать. Ягодки хорошо, конечно. Смывайте кисточку очень тщательно. Возьмем опять красный цвет и нарисуем ягодки. А ягодки рисуем так просто. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Очень просто и быстро. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ху-ху-ху. Я умею считать до пяти. И получается здорово. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. Лево погулять. Погулять вышел. И получилось у него вот такие яркие ягодки. Со всех сторон мы нарисовали много ягодок. Смываем кисточку. Берем самую тоненькую нашу кисточку, которая нам пригодится в остальном. Мелкие детали нарисуем. С чего не хватает нашему снегирю? Я думаю, не хватает глазика. Глазика надо подтвердить. Действительно, глазик небольшой. Мы его нарисуем черненьким. Черненьким. Клювик тоже отделим, чтобы его видно было. И вот теперь видно. Но самое главное, не хватает ему лапок. Черненькие лапки мы нарисуем здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь-то он с лапками и хорошо крепко держится. Вмываем кисточку. Следующая краска и самая последняя, которая нам понадобится сегодня. Это зимняя краска. Какая? Я думаю, синяя. Нет. Зеленая? Нет. Красная? Нет, Лео. Это же белая краска. Зимой снег везде? Снег. И мы рисуем белой краской мелкие детали. К примеру, блик нарисуем на нашем снегире. Блик. А теперь возьмем побольше белой краски и будем рисовать точечки. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Очень простые белые точечки. Везде нарисуем. Их очень легко рисовать. И получается у нас весело. Просто зима пошла. Волшебство принесла нам. Также мы можем положить снег на наши веточки. Вот так проводим. Проводим немножечко нашим гуашью. Вот так вот. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. И получается у нас такие дорожки из снега. Ой, дорожки, да. Снегирь у нас сухой. Я думаю, снегирь тоже может быть немножко со снегом. Чуть-чуть совсем на него снег тоже положи. Это будет смешно посмотреть. Он сидит, хохлится. И ему холодно. А снег падает и падает и падает. И даже на нем такие вот маленькие снежинки мы можем показать. Также снежинки показываем на наших ягодках. На каждую ягодку можно вот так вот положить немножко снега. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ого, получается так здорово, так зимний и так свежестью запахло. Да, действительно, когда вы бываете в лесу или в парке, ребят, всегда замечаете, где живут птички, как они там летают. Если вы увидите какую-то, не знаю, даже какую-то маленькую-маленькую белочку, то ее можно посмотреть, разглядеть. А после этого нарисовать. У-ху, здорово. Ага, здорово. Просто ярко, несколько движений. А вот так художники работают. Я думаю, да, если художники думают о том же, чем они рисуют, то они легко это могут повторить. Веточка. Здорово. Шарик красный. Здорово. Немножко красного, черного, белого. И у нас получился снегирь зимой. У-ху, ребят, приходите к нам, рисуйте. Легко найти нас. Да, легко. И это всегда легко. Лео рисует везде, наберите в Ютубе, в Инстаграме, в Гугле и в Яндексе. Везде мы есть и везде рисуем для вас. Ребят, хорошей вам зимы. Замечайте то, что рядом вокруг есть и рисуйте, например, снегиря. А так, хороших рисунков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok